Чтобы больше автовладельцев смогли без труда оформлять незначительные ДТП самостоятельно и не мешать остальным участникам движения, в ГИБДД разработали специальный электронный помощник. Он находится на сайте автоинспекции. По сути, это подробная инструкция для попавшего в аварию. Остановить, не трогать транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак в аварийной остановке, не перемещать предметы, определить наличие погибших либо раненых. Это первые действия, которые должен совершить водитель. Далее отвечаем на вопросы, которые предлагает программа, и делаем все, как написано. К примеру, если авария мешает другим и создает затор, нужно зафиксировать на фото и видео все повреждения, предметы, относящиеся к ДТП, сами машины с госномерами в кадре, и сделать общее фото с привязкой к конкретному месту, где произошло столкновение. После убрать машины с дороги и уже договориться о стоимости ущерба. Если оба участника пришли к соглашению, можно заплатить на месте и спокойно разъехаться. При этом обязательно обменяйтесь расписками, советуют специалисты. Два человека, допустим, столкнулись, попали в ДТП, один другому передал денежные средства за повреждения, тот уехал, а этот остался, позвонил в ГАИ, сказал, что автомобиль, допустим, скрылся, да, с места ДТП и начнется катавасик. Поэтому вот именно по распискам обязательно в двух экземплярах, я так полагаю, для каждого водителя. Что касается страховых выплат, то здесь тоже все достаточно просто. В течение пяти дней после аварии страховщикам нужно предоставить заполненное обоими участниками извещение ДТП. Его раздают вместе с ОСАГО. Для облегчения задачи и в качестве доказательства не помешают фото и видео с места ДТП и документов второго участника. Однако страховщики предупреждают, если сумма ущерба незначительная, лучше договориться на месте и не обращаться к ним. Потом больше денег потратите. При ниничной стоимости цене на ОСАГО оформление ДТП и предъявление, потом заявление на выплату в страховую компанию увеличат собой на следующий год повышающие коэффициенты, как называемые коэффициенты бонус малых, связанные с безаварийной ездой. Коэффициент на следующий, после одной выплаты, коэффициент на следующий год, по-моему, 1,55, то есть практически стоимость страховки увеличивается в полтора раза. Если ДТП сложное и определить, кто виноват трудно или есть пострадавшие, то в таких случаях автоинспекторы обязаны приехать на место происшествия. Именно для этого и были разработаны нововведения в правила, чтобы автополицейские могли быстро помочь там, где действительно нужно и не терять время на микроавариях. И напоследок, если на месте ДТП нет возможности выйти в интернет и воспользоваться справочником от автоинспекторов, на их сайте можно скачать и распечатать вот такую блок-схему. В ней описан подробный порядок действий для водителей, попавших в различные аварии. Этот листок автоинспекторы рекомендуют всегда возить с собой. Александр Ловицкий, Алексей Овсяников и Дмитрий Демченко. Новости.